В эфире информационный канал Горты, мы продолжаем. В Вятскополянском районе следователи раскрыли убийство 36-летней женщины. 2 июля тело с раной на шее было обнаружено в городе Сосновка. При осмотре места происшествия стало ясно, что убийство пытались замаскировать под безвестное исчезновение и спрятали труп в лесу. Через три дня оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Подробности преступления в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Это была обычная алкогольная посиделка, но подозреваемый явно выпил гораздо больше, чем потерпевшая. На безобидную фразу «ты неудачник» он отреагировал быстро и жестоко. Она смеялась и сказала «ты неудачник». У меня разозлилось, ну как пьяный в голове, и я взял ножик и перерезал ей горло. Сейчас следователи назначили все необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. В Кирове пропал 28-летний Дмитрий Невидимов. 2 июля он ушел из дома и пропал. Его приметы. Рост 172 сантиметра, среднее телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые, стрижка ежик с челкой. Особые приметы. Прихрамывает шрам на голове. Если вы знаете, где находится Невидимов, звоните по телефону. 8 800 754 52 или 102. Пьяного электрика задержали сотрудники ППС на улице Лепси. Молодой человек после долгого перерыва наконец-то починил свою машину. Свой успех водитель решил отметить пивом. Однако радость быстро сменилась на грусть, когда водитель протестировал автомобиль в движении. В это же время и в этом же дворе патрулировали полицейские. На нарушителя составили протоколы. Теперь ему грозит очередное лишение прав и штраф. Однако Артем не отчаивался. По его словам, когда ему вернут права, он снова будет кататься на своей ласточке. За полтора года у него будет возможность не только полностью отремонтировать машину, но и сделать ей тюнинг. Продолжение следует...